Вот и всё. Вот моё, как говорится, ночлежка. Ночлежкой для 57-летнего Сергея Казмина стал старый гараж. Здесь мужчина спит, принимает водные процедуры, готовит нехитрый обед. Полуготовый, готовый, покупаю в магазине. И здесь вот грею. Чайник, кофе, чай, тушенка. В гараж мужчина переселился около двух месяцев назад. В холода его спасает старенькая иномарка. Он надевает куртку и греется на пассажирском сиденье. По словам Сергея Казмина, у него есть трое детей. Но переехать к ним даже на время нет возможности. У них у каждой, у всех семья. Все живут маленько. Тем более не все, у всех имеют своё жильё. Если даже при всём желании продать машину, продать гараж на первый взнос, на ипотеку. Но ипотеку мне не дадут, мне 57 лет. Я остался на улице. И как мне старость. Раньше, рассказывает Сергей, он 30 лет жил и ухаживал за престарелой родственницей в доме на Куйбышево. Женщина была хозяйкой квартиры. Сергей прописан. В 2014-м дом признали ветхим и решили снести. Жильцам пообещали компенсацию. Но денег мужчина не получил. Родственница умерла. А он по решению суда оказался с вещами на улице. Во исполнение решения суда Казьмин снят с регистрационного учёта по месту жительства. Было возбуждено исполнительное производство о выселении из квартиры без предоставления другого жилого помещения. В добровольном порядке Казьмин не освободил жилое помещение. В связи с неисполнением требования судебного пристава было осуществлено его принудительное выселение. На 10-й день после смерти я приехал в нотариус. Они даже не посмотрели моих документов. Девушка там сидела. Сказала через полгода прийти. Я пришёл через полгода со всеми документами. Но на этом месте уже была другая. Она, когда посмотрела все документы, говорит, на вас не заведено наследственное дело. Так он и стал бездомным. По словам юриста, шансы получить деньги за снесённое жильё у мужчины всё же есть. Но очень маленькие. Прежде всего, необходимо подтвердить факт родства с умершей родственницей. Завещание, говорит Сергей, женщина не оставила. У нас законом предусмотрена целая очерёдность наследников по закону. И может так оказаться, что наш герой, который её называет тётя, себя называет племянником, прямым родственником не является. В этом случае никаких прав на эти деньги он не приобретёт. Если всё-таки он сможет доказать родственную связь и он вписывается в те семь очередей наследников по закону, которые предусмотрены гражданским кодексом, то тогда он может претендовать на эти деньги. Чтобы доказать родство, нужно собрать множество документов. В том числе сделать запросы на родину Сергея в Узбекистан. Сделать этого, по словам мужчины, он не в состоянии. Нет ни юридических познаний, ни финансовой возможности. Мужчина работает электриком и большая часть зарплаты уходит на погашение кредитов.